Девочки, сегодня у меня такие известия не очень важные. Сегодня, короче, мы все поперенервничали, девочки, очень перенервничали. Что мой муж, что вся моя семья, девочки. Что моя свекровь, что мой муж, короче, я, мы все, короче, перенервничали. Смотрите, что делает моя заловка, девочки. С вами делюсь, вот как с моими близкими людьми. И сами мне скажите, это нормально или ненормально. Моя заловка девочки обратно, что делает? С утра идет, подает на развод. Бумаги подает на развод, и муж звонит и говорит. Я на развод подала, уже все, терым-пырым. Не хочу больше, чтобы ты даже домой приходил. Иди куда ты хочешь, мне от тебя ничего не нужно. Ты от меня тоже ничего не требуй. Но тебя видеть не хочу, слышать не хочу. И муж ей сказал, а почему я должен уходить? Я не поняла, мы же с тобой договорились вроде бы, что нормально будем, адекватно себя будем вести. Она идет с своим детям, с детьми ты уже поговорила. Вроде бы дети сказали, мы настолько устали. Мы настолько устали, что вы постоянно, мама, что ты постоянно вот так ругаешься. Но раз ты хочешь жить одна, что мы тебе уже сказать, мы уже не можем. Мы уже устали, мама. У девочки старшей, у самой трое детей. У самой муж, что сегодня работает, но завтра не работает. Ну, сегодня вот такая проблема. А у них тоже ипотека большая. А она, ну, понимаете, у каждого своя. Сын тоже без работы остался. Он у нее официантом работал. Сейчас вы прекрасно знаете, какое его состояние. Сын тоже сказал, ну, решай ты сама, что будешь делать. Она вот, меня никто не понимает, ничего не понимает. Звонит младшей сестре своей. Младшей сестре своей звонит. Вот, я настолько устала. В любой момент сделаю с собой что-нибудь. Никто меня не поддерживает, никто меня не понимает. Все за него. Вы, говорит, не понимаете, кто он, что он. Вы, говорит, не видите то, что я вижу. Ну, начала. Начала, короче, свою, этот, Май ему позвонила, сказала, от тебя поддержку жду. Я не знаю, какую она поддержку, что она хочет. Я никогда не видела такой развод, который длится 10 лет. Десятилетний развод называется этот. Вот, честное слово, мне иногда так хочется с ней поговорить, но просто не хочу туда вмешиваться. Она и так по психиатрам, по психологам ходит, да, еще я чем и так скажу, а вдруг на самом деле с собой что-то сделает, потом еще я виновата останусь. Мне это сейчас надо, что ли? Теперь она берет, проходит домой. И что вы думаете, она делает? Забивает гвозди на дверь. Вот так крестом забила гвозди, напилась таблеток и легла спать. Легла спать, уж с работы проходит. Ключ поворачивает, ключ вроде бы открывает. Делает, не открывается дверь. И так, и так, и так. А она забила дверь. Вы поняли? Забила дверь, так забила, что вот он и так, и так, он ни в какую не открывается. Ну, муж своей дочке звонит. В этот момент с дочкой разговаривала младшая сестра. Вот это. Твоя мать ко мне звонила, мне сказала, что с собой что-нибудь сделает, надо быть с ней аккуратней. Что-то она, что-то она вообще в последнее время то и это. И дочка, наверное, начала тоже плакать и говорит, да, вот, мозг нам сильно делает, туда-сюда. В трубку встает, отец звонит. Домой попасть не могу. Не знаю, в чём дело. Вроде бы ключами открываю, а дверь не открывается. Замки вроде бы все открыл. Дочка что делает? Бежит домой, конечно. Помните, обратно она такое сделала, дочкам брату младшему позвонила. А сейчас в этот раз не захотела позвонить брату. Позвонила моему мужу, позвонила младшей сестре вот этой, самая младшая она. Они прибегают туда, мы тоже приходим туда. И так, и так, и так, дверь не открывается, девочки. Ни в какую дверь не открывается, и всё. Вот такое ощущение, что вот кто-то прям, прям вот так держит дверь. Но мы же не знаем, в чём дело, почему дверь так. И он начал. Вот, она говорит, мне сегодня позвонила, мне сказала, хоть бы я сдохла, как я устала. И младшая говорит, ой, мне тоже сказала, я сегодня что-нибудь с собой обязательно отворю. Этот развод невозможный, меня никак не разведут, вот эти бумаги дали, теперь нам чё-то, какие-то бумаги там не хватает, там чё-то, чё-то, короче, чё-то нужно, чё-то не нужно. И, конечно, сестра младшая перепугалась девочке. И в этот момент звонит в полицию. Полиция приезжает. Полиция говорит, мы дверь так открыть не можем, надо пожарников. Приезжают пожарники. Пожарники говорят, а если мы дверь откроем, и вдруг она там мёртвая лежит? Мы этот грех на себя не берём, скорую надо вызывать. Вызывают скорую. Три машины, вся улица смотрит, все соседи повыскакивали. А в дверь ломимся, это пипец как ломимся, никто дверь не открывает. Мы уже кричим, милицию зовём, полицию позвоним сейчас. Скорая приехала. Это, короче, девчонки, скорая, полиция, пожарники. Короче, дверь выламывают, открывают. И что вы думаете? Лежит, спит. Спит. Ну, нас не пускают туда зайти. Заходит скорая, её в чувство приводят, начинают с ней разговаривать, так себя вести нельзя. Вы всех напугали. Конечно, мой муж расстроился, чуть ли там не до слёз. Младшая сестра плачет, дочка плачет, муж весь в слезах. Сколько я буду это терпеть? И она да, 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 тарим-пырым, пырым, 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 пырым. Всё, теперь все расходятся. Она как бешеная, как накинуться. Кто вызвал их? И младшая сестра говорит, я. Что она только не сказала. На вас вообще надеете, не знаю, кто вы такие. Я прекрасно понимаю, что я тяжёлый человек, вот поэтому хочу быть одна. Вы не понимаете, я хочу быть одна. Короче, девчонки, это было, это было что-то. Ну, мой муж сказал, ну, если ты хочешь быть одна, разводись спокойно, как нормальные люди. А почему я должна с квартиры уходить? Почему он не уходит? А он тоже говорит, а почему я должен уходить? Всю жизнь эту ипотеку платил, всю жизнь оплатил. Почему я сейчас должен идти к матери жить? У матери духовная квартира, там ещё брат и сестра живут. Почему я туда должен идти жить? Короче, кошмар. А на что я буду жить? Вот давай, одна комната его, вот эта комната моя, в одной квартире. Кто так разводится? Я не знаю, девочки. Я не знаю, девчонки. Короче, в конце концов, это доиграется. Это доиграется, в конце концов. И страшно, девочки, и страшно. Высохла она вся. Высохла, пострашнела так, девочки. Я не знаю, что с ней. Я не знаю, чем ей помочь. Вот не знаю, чего она добивается. Вот я не могу понять, почему. Она говорит, а почему я должна квартиру продавать? Хорошо, за сколько я её продам? И что я куплю наполовину? Я же ничего не куплю. Мне, говорит, подруга, говорит, зовёт, говорит, к себе жить, говорит, но я не хочу там куда-то пойти жить. Она же кого не останавливает, она же всем. Вот, развожусь туда-сюда. Ой, девочки, как она за... Она... Моя свекровь как расстроилась. До свекровь это моей дошло. Я за свекровь переживаю всё-таки. Ей 85 лет, девочки. Это же не маленький срок. А у матери всё-таки сердце материнское. Девочки, моя свекровь тоже хороша. У неё отдельная квартира есть. Чё она, дочке, не можешь сказать, иди вот, живи у меня дома. Туда, конечно, я не вмешиваюсь, с моей свекровью кровь, наверное, думает, их 8, чё, каждый, кто будет разводиться к себе домой, что ли, обратно? Не знаю, девочки, не знаю. Не дай бог, конечно, не хочу осуждать, не осуждай, говорит, и осудимая, говорит, не будешь, и судимая, говорит, не будешь, не хочу осуждать. Но у неё в голове что-то не в порядке. Это хорошо не закончится, это закончится очень плохо. Это ненормальное поведение. У человека, который двое детей, дочке 30 с чем-то, мальчику 30 лет. Девочке уже 30, 33, 34. Представляете, 34 года они вместе. И вот так закончить, я вообще не понимаю. Я не понимаю, почему. Не могу понять этого, почему. Вот она не хочет с ним разводиться. Почему? Потому что денег нету. Она же не работает. А на что она будет жить? Так она и говорит в прямую. А на что я буду жить? И мой муж говорит, ну он же тебе будет алименты платить, что-то всё-таки будет. Она говорит, да, а если, он говорит, на пенсию уйдёт? Этот же говорит, может и на пенсию заранее уйти. А если на пенсию пойдёт? Мне, говорит, что он будет? Он говорит, не смогу его не засудить, ничего, никакие алименты. Вот не знаю, девочки. Вот не знаю, почему это так. Почему она должна на себя вот так вести? Она же всех мучает. всё равно, девочки, я за неё переживаю. Мой муж как за неё переживает. А её мужа, а на её мужа лица не было. На её мужа лица не было. Он говорит, каждый раз, как на работу ухожу, я, говорит, уже, говорит, даже не дышу, говорит, в квартире. Я уже боюсь даже дышать. Представляете, да? не дай Аллах, не дай Аллах. Вот так, короче, вызвали, короче, и скорую, и пожарников, и полицию. Все соседи повыскакивали. И знаете, что интересное? Вот в доме она вот такая, знаете, да, вот, вы представляете, как она своего мужа запугала, что её муж даже говорит, я даже дышать боюсь лишний раз. А на улице у неё такая слава, что она такая весёлая, довольная, счастливая женщина. Чтоб человека узнать, надо с человеком прожить. это правда, девочки. Ты не можешь судить человека, вот, я своего соседа знаю, ни черта ты не знаешь. С человеком надо жить, чтоб его узнать. И тоже, живя с человеком, тоже иногда не раскусываешь, кто он и что он. Потому что своё настоящее лицо показать, это, пф, не каждый показывает. Не каждый. Вот так, девочки, переживаю за неё тоже. Не знаю, девчонки. Не дай Аллах собой что-то сделает, Майя всю кровь в голову не поднимет. Майя всю кровь в голову не поднимет. Такие внуки у неё красавицы. Вроде бы, три внуки. Последняя внучка вообще вот маленькая. Четыре годика нету. Две девочки и один мальчик внук. Внуки. Хорошенькие такие. А дочка, ой, девочки, вам видеть надо, какая у неё дочка. Матерью прям дышит. Мамочка, мамочка, за мать такой горой стоит. Мальчик такой молчаливый, мальчик, она в конце концов своих детей тоже в депрессию загонит. Потому что нелегко детям. Вы знаете, когда вот родители ругаются, дерутся, да, это бывает нелегко. Потому что, а ведь та дочка любит и отца, и мать. Одинаково любит. что мать, что отца. Короче, вот так поделилась с вами. Берегите нервы, девочки. Если вы видите, что вы не можете жить с этим человеком, не мучайте никого. Идите просто сами по своей дороге и всё. Не надо никого мучить, особенно детей. Это же самое святое ваше. Это же самое дорогое ваше. Вот так. И своих родителей не мучайте. Детям говорю. Всё равно, как родителей нету, ближе никого. Так, короче, закругляюсь. Чё вертеть, крутить, короче, вы смысл поняли, да? Это нехорошо закончит. Смысл, короче, поняли. Пока, девочки. И мальчики. Мальчик. Мальчик.